Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапа-регион» в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Будущее начинается сегодня. Новый губернатор дал клятву сделать жизни кубанцев лучше. Очередное золото. Так держать Анапчанки. Вениамин Кондратьев вступил в должность губернатора края. Вся церемония инаугурации расписана четко по минутам. От протокола не может быть никаких отступлений. Ровно в полдень по московскому времени в здание Краснодарской филармонии заходит Вениамин Кондратьев. Пока еще избранный губернатор волнуется. На сцене Конституция России и устав Краснодарского края. В зале поддержка коллег и, конечно же, самых близких – жены и детей. Чуть позже этот исторический момент во время трансляции на региональном канале увидят и сотни тысяч кубанцев. Торжественно клянусь, добросовестно исполнять обязанности головы администрации и губернатора. Защищать интересы населения края. Уважать и охранять права и свободы его жителей. Соблюдать Конституцию Российской Федерации и устав Краснодарского края. Ты, Кубань, ты наша Родина, вековой наш богатырь. Но работная, раздойная, развивайся на лицах. С этой минуты Кондратьев уже официально вступает в должность и считается действующим губернатором Кубани. Одним из первых поздравляет полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов. И тут же напоминает, к новому титулу прибавляется и больше ответственности. Краснодарский край – самый крупный и перспективный регион Юга России. Руководить им – это большая ответственность. Много еще предстоит сделать. В частности, необходимо решить проблему высокой долговой нагрузки на бюджет, оздоровить региональные и местные финансы, сократить неэффективные бюджетные расходы, создать условия для роста экономики. В своей первой на новом посту речи Вениамин Кондратьев благодарит всех кубанцев и такую безоговорочную победу на выборах называет огромным кредитом доверия, который обещает оправдать своим упорным трудом и, главное, честной работой. Я буду работать открыто. Такой же открытости буду требовать от своих коллег. И буду требовать от каждого, кто имеет хоть малейшее отношение к власти, подлинного уважения к закону. Правая система на территории Краснодарского края должна стать максимально действенной. Далее задачи на будущие годы, которые обозначает новый губернатор. Выбести на новый уровень сельское хозяйство, возродить промышленность, сделать доступной медицину и детские сады. И это лишь часть намеченных планов. Как и в предвыборных выступлениях прослеживается. Главный ориентир для Кондратьева – благополучие людей. Предстоит повышать качество медицины в обычных участковых больницах. Решать вопрос нехватки кадров здравоохранения. Повышать рождаемость и снижать смертность. Нам предстоит строить детские сады и школы. Системно, подчеркиваю, системно решать проблему нехватки спортивных объектов пешей доступности. Необходимо дать возможность жителям села зарабатывать, трудясь на своей земле. И самое главное – мы начнем реанимировать наши встаницы и хутора. Там снова должна закипеть жизнь. Активно работать дома культуры и кинотеатры, стадионы и спортплощадки, детские центры всех направлений. Это принципиально важно, чтобы село жило, чтобы молодежь не уезжала в город. В завершении выступления Кондратьев отступает от заготовленной речи. Это уже стало традицией. Обращается к каждому, кто следит за церемонией. Я хотел бы, чтобы все, кто сидит в этом зале, на самом деле ощущали свою личную ответственность. Услышьте меня и поймите – личную ответственность за судьбу нашей малой родины Кубани. И тогда, когда это будет принципом жизни, мы сможем ее сделать сильнее, богаче и краше. И такой, именно такой передать нашим детям, внукам и последующим поколениям. На новую власть каждый возлагает свою надежду. И уже сегодня становится понятным. На Кубани начинается новая эпоха. Все предельно ясно. Надо работать, надо пахать на благо людей. Все было в доступной форме. Нам сказано, что все для людей, все для народа. И работать, работать и работать. В его ранних выступлениях и сейчас ключевой, с моей точки зрения, момент – это внимание к нуждам каждого человека. То есть не массы, не край, а именно гражданин, а именно нужды каждого человека. Поэтому нам, всем, у кого есть хоть какая-то только власть, придется просто думать о том, что мы здесь для того, чтобы каждому конкретному человеку было проще, лучше, эффективнее, интереснее жить. Надоели разрушенные придомовые территории. Надоела вот эта точечная застройка. Люди стремятся к тому, чтобы их услышали. И губернатор показал, что он умеет слышать свой народ, свою Кубань. Сразу после инаугурации Кондратьев в качестве губернатора Кубани делает свое первое заявление. Край ждут кадровые перестановки. Я принял для себя решение, что в течение месяца, до 21 октября, я подготовлю структуру и внесу на рассмотрение законодательного собрания края, новую структуру администрации края. И следом, вот на те вакансии, которые будут, внесу кандидатуры тех лиц, которые будут занимать эти должности. В первую очередь, вице-губернаторы Краснодарского края. Новая страница в истории Кубани открыта. Церемонии, которая заняла не больше часа, но которая, несомненно, изменит будущее края. На это новому губернатору Мениамину Кондратьеву Конституция России отводится 5 лет. Самострои, кто бы что и не говорил, в результате систематической и целенаправленной работы все-таки удается победить. Уголовное дело застройщика Антипина, обманувшего не одну сотню покупателей, тому показательный пример. Хорошо, когда позицию главы города против предприимчивых новоришей поддерживают и жители Анапы. На улице Спортивная, 22, жители собрались на импровизированное собрание не случайно. Татьяна Запорожцева только что вернулась из приемной городского суда. Она, как и все ее соседи, намерена поддержать главу города в борьбе против самостроев. Это возражение на строительство, незаконное строительство, судя по тем документам, которые мы посмотрели в архитектурном отделе, в юридическом отделе архитектуры города. И жители не позволят здесь поставить многоэтажный дом. В 2006 году был выделен очень маленький участок под строительство небольшого центра учебного, насколько мы ознакомились и нам известно. Выпирая все нормы права, абсолютно незаконно произведен захват земли рядом. Построено окно в окно, уже трехэтажное здание на сегодняшний день. Самострою удастся победить, когда в борьбу с нахрапом действующими застройщиками включатся все службы – полиция, прокуратура, суды. А простые жители перестанут подпитывать мошенников, покупая в незаконно построенных домах квартиры. Если это, так сказать, самоуправство, то должны правовые органы тоже вмешаться. Но на протестующих с иронией смотрит их управляющая компания. Позвонила директор управляющей компании «Крымский вал» и заявила, что дом будет построен вопреки всему. Вместо того, чтобы отстаивать права жителей и собственников жилья, оно фактически препятствует этому. Мы не позволим, вопреки этим застройщикам, построить здесь высотное здание. Судя по всему, жильцы четырех домов с улицы Спортивной уже объединялись для того, чтобы решить вопросы благоустройства своего двора. То есть это сильная команда, и они намерены поддержать главу города в борьбе с очередным самостроем. В напряженные годы, когда не было света, у нас здесь подстанция, и вот эти все раз, два, три, четыре дома находятся все под этой подстанцией. Поэтому мы все объединялись, говорили, выходили на мэрию, и нам сделали вот этот свет. Милые, уютные дворики с зеленью, голубями, лавочками и спортивной площадкой хочется сохранить и поддерживать этот порядок. Но не тем, кто готов с каждого квадратного метра извлекать выгоду. И все же, похоже, учебному центру, намеченному здесь по генеральному плану, быть. На неудавшейся стройке уже неделю тишина. На курорте по поручению главы города начались работы по благоустройству перекрестков улиц. Привести в порядок тротуары и газоны на угловых участках, высадить можжевельник и цветы, чтобы к будущему лету они гармонировали с общим видом благоустроенных анапских улиц. Сотрудники Ремстроя обследуют городские улицы, выявляют заброшенные участки и проводят подготовительные работы. Где-то есть необходимость выкорчевать дни, собрать булыжники или даже убрать строительный мусор. Почва одеревенела и непригодна для высадки цветов и кустарников. На перекрестке улиц Ленина и Крылова участок газоновки перекапывают. Перекрестки надо облагородить во всей Анапе. Газонной травой засеять, потом можжевельник казачий посадить. Работа сложная, грунт тяжелый. Как все перекопаем, надо будет под можжевельник внести, грунт кислый. Посадить можжевельник, траву посеять. Потом за этим за всем наблюдать, поливать, подкормить. Подготовительные работы уже провели на Астраханской. Пересечение с улицами Гоголя, трудящихся и заводской. Начало нового сезона эти уголки будет просто не узнать. Зазеленеют и станут еще одним украшением анапских улиц. В ближайших планах благоустроить все перекрестки центральных улиц курорта. Весной горожане радовались реконструкции сквера у пятой школы. Сотрудники Ремстроя тогда навели там идеальный порядок. А зеленители добавили в его архитектуру новых насаждений. И вот сегодня мы увидели этот сквер разграбленным. Двулетники Самшита приживаются долго и болезненно. Тщательный уход обеспечил их стопроцентную приживаемость в это засушливое лето в сквере у пятой школы. Сегодня же клумба обезображена. А 50 кустов Самшита для того, кто вынесет их завтра на рынок, целое состояние. Каждый кустик по 500 рублей. Наверное, именно это и послужило поводом для ночного воровства. Руководитель ТОС Лидия Жюлий справедливо негодует. Люди стараются для того, чтобы было. Некоторые нелюди приходят и все это уничтожают в один миг. Просто душа разрывается. В голове не укладывается, что кому-то доставит удовольствие в собственном дворе наслаждаться ворованными кустами можжевельника. Эти малыши только-только прижились на цветочной композиции. А ее беспощадно топтали и рушили. Хотя это любимое место для фотографирования. Даже на 1 сентября при массовом желании сделать здесь семейное фото не был порушен ни один сантиметр клумбы. А теперь на это невозможно без боли смотреть. У меня есть такое предложение. Вот этот ухоженный сквер, чтобы в дальнейшем была здесь чистота и порядок. Проводятся субботники. Надо организованно сюда выводить детей и приучать их к физическому труду, чтобы они не в компьютерах сидели, а вот все-таки ухаживали за этим. Ведь сквер такой красивый именно у пятой школы. И еще одно маленькое предложение. Наверное, уже к полиции Анапы. Здесь снова появилось обиталище бомжей. Год назад их здесь не стало. Стоит ли удивляться теперь тому, что произошло в сквере? Так недалеко и до больших происшествий. В Анапе прошел первый этап спортивного проекта «Прорыв». При поддержке Комитета по молодежной политике Краснодарского края и Управления по делам молодежи курорта мастера паркура и воркаута организовали показательные выступления для всех любителей уличных видов спорта. В центре города смонтировали импровизированные препятствия, трамплины, турники и шведские стенки. Начали баттл уже опытные спортсмены, которые несколько лет занимаются уличным фитнесом и воркаутом прямо у себя во дворе. Потрясающее владение собственным телом, выносливость и завораживающие трюки. Один из самых популярных элементов – горизонт. На первый взгляд кажется проще простого, а на деле – долгие часы тренировок. Эстафету подхватили трейсеры, продемонстрировали чудеса паркура и рационального перемещения в городском пространстве. Попробовать свои силы в популярных направлениях мог каждый, показать свою силу и ловкость. Молодежь курорта перенимала азы мастерства у опытных спортсменов. Например, Галина Сидоренко, единственная девушка проекта, представляла Россию на чемпионате мира по воркауту. Уникальность проекта в том, что ребята наглядно показывают публике, что быть здоровым модно, заниматься спортом не скучно и доступно. Ведь в каждом дворе Анапы есть турник. Фестиваль планируется провести еще в нескольких городах и станицах края. Завершит прорыв большой праздник в краевой столице. Золото у анапчанок. Очередную победу на чемпионате Краснодарского края по волейболу среди женских команд одержали воспитанницы Дю США Виктория, тренирует которых Марина Смоглюк. Уже в начале игры анапчанкам не было равных. Девушки провели встречу с командой из Краснодара, выиграв со счетом 3-0. Готовились. За месяц мы летом играли в профсоюзы. И до соревнований тренировались, встречались, товарищеские организовывали встречи с мужскими командами. Поэтому готовились. Соревновательный дух чувствовался не только на площадке, но и на трибунах. Анапские болельщики изо всех сил поддерживали наших спортсменок. Судьи из Краснодара Леонид Бироненко и Роман Николенко отметили, что анапская команда – одна из перспективных и талантливых. Я также переживаю с ними вместе, также играю только вне площадки, а не на площадке. Поэтому, конечно, поддерживаю и очень рада, когда они выигрывают, побеждают. Волейбол – одно из основных направлений спортшколы «Виктория». Для нашей команды очень важно, чтобы этот вид спорта становился еще более популярным в Анапе. Завершит выпуск прогноз погоды. В четверг, 24 сентября, в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 24-27 градусов. Ночью до 24 градусов тепла. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Партнер программы новости – магазин доступной и качественной одежды для детей и взрослых «Модная школа», в которой можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.